Добрый день, уважаемые телезрители! Тема сегодняшней нашей передачи глубодневна и может теоретически коснуться каждого. В нашей передаче сегодня пойдет речь об ответственности за фейки, об ответственности за заведомо ложное высказывание о проходящей сейчас на территории Украины специальной военной операции. Дело в том, что в последнее время произошли инновации как в административном, так и в уголовном законодательстве. Появилось несколько статей свежих, новых, достаточно тяжелой, я бы даже сказал, крупной ответственностью за содеянное. И чтобы уберечь вас, дорогие телезрители, от непродуманных шагов, поступков, чтобы разъяснить вам, какая ответственность, мы сегодня пригласили в нашу студию компетентного человека. Я с удовольствием вам представляю Хабибуллин, Наиль Эрикович, старший преподаватель кафедры уголовного права юридического факультета Казанского федерального университета. Ну а с вами журналист Казанского федерального университета Альберт Бигбов. Здравствуйте, Наиль Эрикович. Добрый день. Итак, я обозначил, эта тема настолько злободневна и настолько, может быть, даже и в какой-то мере опасна, поскольку она может коснуться теперь каждого из нас, любого человека, кто высказывает сейчас свое мнение о происходящих непростых, исторических, грандиозных, беспрецедентных процессов, связанных с проведением специальной военной операции на Украине. И вот сейчас стремительно меняется законодательство, и многие из нас не успевают, да что там говорить, многие даже и не знают о новых новшествах и о новой ответственности, связанной с этими новшествами, как в административном, так и в уголовном законодательстве. Насколько мне вот известно, появились две статьи достаточно с тяжелыми видами ответственности. Это в административном праве, это статья 23.3, и в уголовном законодательстве новая статья, это 207.3, то есть 207 статья, третий пункт, в которых новые виды ответственности, сформулированные новые правонарушения, связанные вот с текущим моментом. Пожалуйста, дайте нам разъяснение о новых статьях в уголовном и административном законодательстве. Ну, хотелось бы немножко вас поправить, все-таки не две статьи на самом-то деле было внесено, в административный кодекс, ну вот относительно этих событий с этими вот изменениями, две статьи новые появились, в уголовном кодексе появилось три новые статьи. На сегодняшний день у нас в уголовном кодексе появилась абсолютно новая статья 207 со значком 3, которая предусматривает распространение фейков, ну, заведомо ложной информации о вооруженных силах и о той вот специальной военной операции, которая на данный момент проходит в Украине. Также появилась новая статья 280 со значком 3, которая предусматривает ответственность за повторное, то есть после административной ответственности, повторное публичное распространение сведений, дискредитирующих вооруженные силы Российской Федерации. Ну и третья статья в уголовном кодексе, это статья 282 со значком 2, которая также предусматривает ответственность за повторные призывы к наложению санкций на Российскую Федерацию, на организации, на граждан Российской Федерации. Это вот то, что в уголовном кодексе появилось. Но также изменения прошли и в административный кодекс, и там появились, вы правильно сказали, статья 23 со значком 3, которая предусматривает ответственность за первичную публичную дискредитацию, то есть вооруженных сил Российской Федерации. И 23 со значком 4, это предусматривает ответственность за призывы к санкциям по отношению к России и к ее гражданам впервые. Ну тут опять же хотелось бы уточнить, что в уголовном кодексе предусмотрены еще и отягчающие составы, которые предусматривают ответственность уже за первичную дискредитацию, но при отягчающих обстоятельствах. Уважаемые телезрители, видите, уже не две, как я сказал, а как меня Наил Элирикович поправляет, уже гораздо больше статей, и давайте в них разбираться. Давайте начнем с самого тяжелого. Это, естественно, уголовное законодательство. Уголовное законодательство, это, вот вы сказали, статья 207, часть третья. Ну, со значком 3, правильно? Да, 207, со значком, часть 3, да, если совсем говорить. Вот, вы знаете, есть такое понятие в уголовном законодательстве, есть мертвые статьи, которые применяются очень редко, и, может быть, у людей возник соблазн считать, что, ну, да, вели вот это вот, что-то там в уголовный кодекс вели, посмотрим еще, как будет работать, посмотрим, поглядим. Но я хочу со всей ответственностью заявить, уважаемые телезрители, уже возбуждено на данный момент уже три уголовных дела по статье 207, штрих точка 3, за дискредитацию наших вооруженных сил. И первым среди этих трех уголовных дел стоит уголовное дело, возбужденное вокруг известного блогера, блогерки, сейчас уже, наверное, так модно говорить, Вероники Белоцерковской, которая проживает во Франции, которая являлась достаточно долгое время активной светской львицей, была замужем за очень богатым предпринимателем, за Борисом Белоцерковским, и сейчас в данный момент она села во Франции, у нее там, по-моему, в Ницце или Париже сейчас она проживает, но, находясь на территории за рубежом, она активно ведет блоги, активно ведет соцсети, и с самых первых дней проведения специальной военной операции она действительно заняла позицию, распространяла фейки, многое придумывала и занимала дискредитацией специальной военной операции. Ее объявили, помимо того, что возбудили уголовное дело, ее объявили в международный розыск, сейчас будут пытаться ее достать по линии Интерпола оттуда, из Франции, но остальные два дела это уже наши соотечественники, которые живут здесь, правда, я сейчас не могу сказать их конкретные имена и фамилии, известно, что один из фигурантов проживает в городе Томске, а второй фигурант проживает даже, вы удивитесь, на территории закрытого образования, закрытого административно-территориального образования. Зато, и вот уже три уголовных дела, и по совершенно новой статье, и давайте про эту статью. Что это за статья, и какие виды ответственности, я, уважаемые телезрители, мы здесь прибегнем немножко даже к наглядным, наглядной агитации, то есть будем показывать содержание и виды ответственности именно на экране. Наил Ирикович, давайте про эту новую статью. Ну давайте сначала посмотрим слайд 1, статья 207 со значком 3, которая предусматривает ответственность за заведомо ложные фейки, и часть первой этой статьи предусматривает ответственность от 700 тысяч рублей до полутора миллионов рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет. А если же с отягчающими обстоятельствами, то есть повлекшие тяжкие последствия, то в таком случае предусмотрена еще более строгая ответственность от 10 до 15 лет. Ну вот в приведенных вами примерах я, конечно, тоже еще не видел как бы фактуры. Да, как именно, но вот пока представляется, что, наверное, все-таки уголовные дела возбуждены по части первой, то есть там, где наказание от 700 тысяч до полутора миллионов рублей. Данное преступление нельзя назвать мертворожденным на самом деле статьей, потому что, если вот вы посмотрите статью 207, как бы вот то, откуда, собственно, ноги растут, это вообще-то заведомо ложное сообщение об акте терроризма. То есть по большому счету это, ну, как бы продолжение этого преступления. То есть у нас вот в Укаловном кодексе так принято, что значок 1, 2, 3 даются статьям, вот их привязывают именно к тем общественным отношениям, которые вот родоначальниками являются. То есть, это, конечно, пока еще нельзя назвать преступление террористической направленности, потому что, ну, не было еще этих изменений в уголовном законе, но вполне возможно, что со временем в закон о противодействии терроризму внесут изменения и тоже признают это как преступление террористической направленности. А вообще, статья предусматривает ответственность за публичные, то есть в открытом пространстве, сообщение каких-либо заведомо ложных сведений о вооруженных силах Российской Федерации, которые как раз вот дискредитируют ее, всю эту специальную военную операцию. Часть 2 данной статьи, которая уже является более тяжким предуступлением, там предусмотрена ответственность, например, за совершение такого общественного группы лиц. В данном случае ответственность наступает за заведомо ложные фейки, созданные с использованием своего служебного положения, либо группы лиц, либо с искусственным созданием доказательств обвинения, либо из корыстных побуждений, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, то есть по экстремистским мотивам. Мы это называем по экстремистским мотивам. Ну и штраф там предусмотрен уже значительно выше, это от 3 до 5 миллионов рублей, либо лишение свободы от 5 до 10 лет. При этом с лишением права занимать определенные должности, либо заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. Это очень строгое наказание, это преступление относится к тяжким преступлениям. Вы знаете, даже в случае предыдущего нашего слайда, там тоже есть ответственность в виде лишения свободы до 3 лет, и тоже суммы штрафов впечатляют, то есть от 700 до 1,5 миллионов рублей, а здесь уже от 3 до 5 миллионов рублей, и от 5 до 10 лет лишения свободы. Почему вот это более отягчающее обстоятельство? Ну да, конечно, те признаки, которые предусмотрены в части второй, они традиционно всегда в уголовном кодексе являются отягчающими обстоятельствами. И если часть первой является преступлением небольшой тяжести, то уже наличие хотя бы любого одного из этих признаков, это альтернативные признаки, любого признака достаточно, сразу же превращает это преступление в тяжкое. И наказание, прошу обратить внимание, от 5 лет лишения свободы. То есть минимальный срок в данном случае становится уже 5 лет, ну а максимальный 10 лет. Это очень строгое наказание, на самом деле в уголовном кодексе, ну, в процентном соотношении не так уж и много таких наказаний. То есть только наиболее опасное преступление вот так строго наказывается. Я подхожу с позиции обычного обывателя. Вот я, да, как говорится, бес попутал, взял, выложил фейк, выложил фейк о проводящейся военной спецоперации. И под какую из этих двух частей я попадаю? Ну, если просто выложил фейк умышленно, мы сейчас говорим, конечно же, только об умышленных действиях. Ну, я осознавал. Если да, я должен обязательно осознавать, что эти сведения являются ложными, и, собственно, публичных демонстрировал, то тогда это часть первая. Но если же указаны те признаки, которые только что озвучили. То есть я изготовил сам этот фейк, у меня была группа лиц. А, ну вот вы как бы сказали, что я сделал. Если я сделал, например, это вместе с кем-то, то тогда, конечно, это уже сразу же часть вторая появляется. Так, это уже группа лиц. Да, конечно, конечно. Или я, допустим, использовал свое служебное положение. Но представим ситуацию, что у меня есть доступ, не будем говорить про последние недавние примеры, но у меня есть доступ к СМИ. я изготавливаю фейк сам, в одиночку, не с группой лиц. И этот фейк выкатываю, пользуясь тем, что я имею доступ к эфиру, или доступ к сайту, или имею доступ, действительно, даже доступ, допустим, к службе наружной реклаймы, вот этот большой плакат какой-то там делаю, это уже использование служебного положения. Ну, на самом деле, не все так просто. Есть у нас вполне четкие конкретные критерии, что мы считаем служебным положением. И туда относятся, на самом деле, три категории лиц. То, что вы описали, да, это, безусловно, может быть служебное положение. Но технически, теоретически, может и не быть им. По служебным положениям в уголовном праве понимается лица, которые являются должностными лицами. Так. То есть, вторая категория лиц, это некий аналог должностных лиц, но в коммерческих организациях, называется лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой организации. То есть, это руководители. Это те, кто имеет право отдавать распоряжение. То есть, я могу даже и не самостоятельно это не изготавливать, а заставляя своего работника. Вот это как раз и называется служебным положением. Иди, повесь вот этот плакат, или иди размести вот это в сети, своему пиарщику говорю, давай там это. В этом случае, как раз именно руководитель будет отвечать как за использование служебного положения, потому что он отдает эти распоряжения. А исполнитель? А исполнитель, если он является исключительным исполнителем, и никаких полномочий не обладает, не является ни должностным лицом, ни лицом выполняющим, технический работник, грубо говоря. Тогда, с точки зрения уголовного законодательства, мы не можем признавать, что он использует свое служебное положение. Мы, наоборот, его действие будем квалифицировать уже по части первой исполнителя. Все равно он от ответственности не уходит? Нет, если он осознает заведомую ложность, однозначно никакого ухода от ответственности нет. Просто мы не можем именно по этому квалифицирующему признаку. То есть, уважаемые телезрители, даже если вас начальник, лицо, которое может на вас влиять непосредственно в силу своего служебного положения, просит осуществить действия, которые попадают под действие этой статьи, вы здесь все равно оказываетесь, извините за выражение, замараны и будете подвергнуты уголовной ответственности наряду с тем человеком, кто отдает вам такие распоряжения. Я хотелось бы пояснить, в Уголовном кодексе есть статья, которая называется «Исполнение приказа или распоряжения». И там очень четко написано, что если лицо, исполняющее заведомо незаконный приказ, осознает его незаконность, то он ни в коем случае не освобождается от уголовной ответственности, а подлежит на общих основаниях. То есть, осознание того факта, что сведения являются ложными, но вы якобы сами этого не делали, вы чье-то распоряжение выполняли, ни в коем случае не освобождает. Это прямо предусмотрено. И это далеко не новелла, это существовало во все времена. Так, и здесь еще ли ответственность, еще другие виды ответственности в этой статье? Да, ну тогда нам нужно, наверное, обратиться к слайду номер три, который предусматривает ответственность уже за заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия. И тут наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. Это преступление уже считается особо тяжким. Никакого штрафа? Миллионами не оденешь? Нет. Не оделаешься? Нет, в данном случае только лишение свободы. И минимальный срок лишения свободы при этом составляет 10 лет. Ну, скажу вам это очень строго. Ну, на самом деле преступление опасное, особо тяжкое преступление. То есть, здесь понятна логика законодателя, почему вводят такие санкции. А вот что такое действительно, как повлекшие тяжкие последствия? Как это трактовать? Ну, у нас традиционно тяжкие последствия либо должны указываться в примечании к статьям, но в данной статье этого примечания нет, и, соответственно, это становится оценочной категорией. Это еще больше может вызвать разные трактовки, разные толкования, и натянуть могут. Не хотелось бы использовать это слово, я считаю, что все-таки у нас никто ничего не натягивает, но вы должны понимать, что тяжкие последствия четкого определения нет. Есть практика, судебная практика, которая по каждому составу определяет, что является вот в этой статье тяжкими последствиями, что не является. Пока этой практики нет, она будет складываться, и вот пока только первые три дела, там действительно могут появляться в качестве тяжких признаваться такие последствия, которые мы еще даже спрогнозировать не можем. Я для уважаемых телезрителей, чтобы понимать, что такое тяжкие последствия, тяжким последствиям, например, могут отнести народное волнение, возникшее из-за фейковой непроверенной информации. То есть человек изготовил фейк, вот в качестве примера я могу привести действительно диверсионный фейк, изготовленный на той же Украине. Помните, когда был у нас пожар, зимняя вишня, если печально известно, с человеческими жертвами, но фейк, заброшенный именно оттуда из Украины, и даже известное имя этого блогера, изготовившего этот фейк и распространившего его, он о совершенно диком количестве трупов, погибших в этой ситуации. И этот фейк спровоцировал народное волнение, люди вышли на улицу, и многие из людей были, я уже даже не знаю, не столько охвачены горем, а уже их... это подтолкнуло на совершенно безрассудные действия в отношении, как и не только работников правоохранительных органов, но и в отношении... ну, представляете, толпа огромная собралась и... вот. И все это было хладнокровно рассчитано, спровоцировано, сделано и понесло тяжкие последствия. Вот тогда вот как раз вот можно говорить о тяжких последствиях. Да, ну, это само собой, безусловно, любые массовые какие-то беспорядки, это однозначно тяжкие последствия, но на самом деле к тяжким последствиям можно отнести и, скажем так, менее опасные последствия. Но представим ситуацию, человек услышал фейк и умер. Вот, я как раз хотел об этом сказать. Традиционно в уголовном праве под тяжкими последствиями понимается именно причине либо смерти по неосторожности, либо, не дай бог, доведения до самоубийства, либо причинение тяжкого вреда здоровью или средней тяжести вреда здоровью нескольким лицам. Также разорение предприятий также можно отнести к тяжким последствиям. Представьте, в результате какой-то фейковой информации о вооруженных силах люди начали сбегать с предприятий, там, панкротство объявлять и так далее. Это все относится тоже к тяжким. Массовое увольнение сюда можно также отнести к тяжким последствиям. Забастовки? Забастовки, конечно, тоже можно отнести к тяжким последствиям. Крупные имущества на ущерб тоже относятся к тяжким последствиям. Всегда при определении тяжких последствий суд и правоохранительные органы исходят из конкретных обстоятельств дела, из характера совершенного деяния. Вот конкретные обстоятельства места и времени учитываются. Насколько опасны те последствия, которые были совершены в результате этого деяния. Теперь давайте поговорим о публичных призывах к дискредитации наших вооруженных сил. Я, насколько понимаю, это отдельная статья. Да, конечно. Ответственность за это статья, содержание. Растолкуйте, пожалуйста, нашим теледрителям. Ну, тогда давайте перейдем к слайду номер 4. Статья 280 со значком 3 предусматривает ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные действия, публичные призывы к воспрепятствованию использования вооруженных сил Российской Федерации в указанных целях. Если ранее данное лицо привлекалось в течение года к административной ответственности, и наказание за это преступление предусмотрено в виде штрафа от 100 до 300 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до 3 лет, с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Это часть первой данной статьи, 280 с значком 3. То есть, уважаемые телезрители, я напоминаю, что речь идет именно пока об уголовных статьях, то есть тех статьях, за которых может прилететь и лишение свободы на достаточно тяжелые длительные сроки. И здесь возникает сразу вопрос. Вот в юриспруденции есть такое понятие «статья с приюдицией». То есть для наших телезрителей это... Давайте, Илья Рикович, вы определите. Почему вот эта статья и после чего она возникает? Я вас понял. Да, данная статья у нас называется «статья с административной приюдицией». Это, по сути, повторность совершения правонарушения. Дело в том, что административная ответственность, она, конечно же, значительно мягче по сравнению с уголовной ответственностью. И в первый раз, если вы совершаете подобного рода действия, вот призывы к воспрепятствованию использования вооруженных сил или по дискредитации вооруженных сил Российской Федерации, в первый раз подобные правонарушения вас привлекут только к административной ответственности, как раз по статье 20.3. Точка 3. Да, это впервые, если вы совершаете, и там наказание, административная ответственность, штраф от 30 до 50 тысяч рублей, что также немало на самом деле. За, ну, даже репост на самом деле. Вы можете просто репостнуть какую-то картинку, а это уже и будут публичные действия, которые вот, собственно, либо дискредитируют, либо призывают к неиспользованию вооруженных сил. Но если после того, как вас привлекли к административной ответственности, вы не осознали противоправный характер, вы не поняли. Вы стали лицидивистом, грубо говоря. Да, да, и уже вот второй раз, если человек не понимает, со второго раза привлекают к уголовной ответственности, и там уже наказание, конечно, не от 30 до 50, там уже от 100 до 300 минимум штраф, ну, и 3, либо 3 года лишения, до 3 лет лишения свободы. Вот. Это и есть, собственно, административная привидиция. То есть, уважаемые телезрители, можно один раз оступиться, да, по незнанию, да, какие-то возобладали эмоции, всякое бывает, все мы живые люди, и нас, допустим, всякое может произойти, и после этого, если жизнь не учит, то начинает учить жизни уголовный кодекс, и учеба эта, мягко говоря, с тяжелыми последствиями, и очень дорого может обойтись. Поэтому будьте предельно осторожны, аккуратны, даже после, вот, я уже говорил, если получилось совершить административное преступление, то уже начинает нависать до моклов меч уголовного преследования с гораздо большими, худшими последствиями. И, насколько я понимаю, у этой 208-й статьи есть еще более тяжкий подпункт. Квалифицирующий признак. Да, давайте тогда перейдем к слайду номер 5, в котором указана ответственность уже при квалифицирующих признаках, то есть отягчающих обстоятельствах. И здесь предусмотрена ответственность за вот вышеуказанную дискредитацию или публичные призывы, если они повлекли смерть по неосторожности или причинение вреда здоровью граждан, имуществу, массовые нарушения общественного порядка, общественной безопасности, либо создавшие помехи функционированию или прекращению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи. И наказывается это в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, либо лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. И хотелось бы тогда пояснить, если мы когда говорили о первой части, мы говорили об административной приюдиции, что если лицо не понимает с первого раза после привлечения к административной ответственности, мы повторно уже будем привлекать к уголовной ответственности, то здесь совсем другая ситуация. Здесь ни о какой административной приюдиции речи не идет. Если ваши вот эти публичные призывы сразу повлекли те последствия, которые я сейчас только что назвал, то мы сразу говорим об уголовной ответственности. А как вы слышали, это, например, ограничение функционирования объектов транспортной инфраструктуры. То есть, грубо говоря, если вы вышли с пикетом каким-то, перекрыли дорогу, транспортную инфраструктуру. Скорая или еще что-то. Да, даже необязательно, чтобы она ехала. Достаточно того, чтобы вы именно ограничили функционирование. Да, да, да. Уже в этом случае, мы не говорим уже об этом представительной ответственности, это сразу влечет за собой уголовную ответственность, причем с очень суровыми, строгими наказаниями. Поэтому, вот вы говорили, что да, можно оступиться, ну, бывают такие ситуации, действительно, не подумал, что-то сделал, но только при условии, что это сразу не вызвало каких-то тяжких последствий. Если это вызывает тяжкие последствия, то никакого такого предупредительного выстрела никто делать не будет. Мы сразу говорим уже об уголовной ответственности. Это уже не есть в виду. Даже можно не осознавать, что это может привести к тяжким последствиям. Но тяжкие последствия могут наступить. Ну, что значит не осознавать? Если вы, извините, меня перекрываете, выходите на станцию, железнодорожные пути перекрываете, как вы не осознаете, что вы препятствуете движению транспорта или объект какой-нибудь социальной инфраструктуры, препятствуете здравоохранению, образованию? Если все это наступает, вы не можете не осознавать, вы же обычно эти действия осуществляете. Человек сделал, дискредитировал наши вооруженные силы, и какая-то, допустим, женщина, не выдержав, или мужчина, не выдержав вот этой всей информации, у которых дети служат, или умерли, или совершили самоубийство, или еще, не дай бог, со всем этим столкнуться. И это тяжкие последствия? В уголовном праве обязательно условие, если мы говорим о последствиях, это причинная связь. Если между вашими действиями в виде дискредитации и наступившими последствиями присутствует причинная связь, то да, конечно, тяжкие последствия. Но мы должны понимать, что это должно все-таки доказано. Ну, конечно, да. То есть должна быть четкая связь между призывом и наступившими тяжкими последствиями. Совсем другое дело, когда вы вот эти призывы и действия, нужно оговорить, что это вовсе не обязательно в интернете что-то выкладывать. Конечно, чаще всего мы говорим о том, что это публичные призывы, это в социальных сетях выкладывать, потому что есть инструмент публичного обращения. Да, да, да. Но выйти на площадь с плакатом это тоже публичное обращение. Блюдное место. Блюдное место, да. К неопределенному кругу лиц, если вы обращаетесь, это есть публичное обращение. Если есть те же призывы, но в квартире, на кухне. Ну, если один на один сидишь, то это не публичные призывы. Но если вы включили трансляцию какую-нибудь, например, в социальных сетях. Или собрали соседей, друзей, накрыли большие столы. Да, да, да. Вот тогда мы будем говорить о публичных призывах. Больше двух не собираться. Ну, собираться можно, не нужно призывать только к этим действиям. Да, да. При совершении этих преступных деяний. Да, конечно. Итак, мы сейчас посмотрели уголовное законодательство. Вот теперь по новшеству по административному законодательству. Вот сейчас статья 20.3.3 она стала массовой. То есть, если открыть прессу, интернет, залезть, каждый день мы видим случаи, когда конкретных людей призывают к административной ответственности по этой статье. Давайте про эту статью, Илья Рекович. Так, это слайд. Слайда этого нет. Давайте просто для наших телезрителей зачитаем это вербально. Угу. Все понятно. Ну, тогда хотелось бы немножко вас поправить. Мы все-таки с уголовным законодательством еще не закончили, потому что есть третья статья. Да. Но она как раз напрямую связана с той административной ответственностью. Давайте тогда завершим ее, а потом перейдем к административной. А в Главном кодексе также появилась третья статья, предусматривающая 282 со значком 2, предусматривающая ответственность за призывы к продолжению санкций или к введению санкций по отношению к Российской Федерации, к гражданам Российской Федерации, к организациям Российской Федерации, например, к банкам каким-нибудь или еще каким-то организациям. Вот за публичные призывы, обращенные к иностранным лицам, к иностранным государствам, также предусмотрена уголовная ответственность, но здесь, так же, как и в предыдущей статье, административные приоритетицы. То есть сначала к административной ответственности привлекают, если в течение года лицо повторно совершает аналогичные действия, мы уже говорим об уголовной ответственности. Ну и, наверное, наказание нужно озвучить за данные преступления, за призывы к санкциям. В данном случае наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до трех лет. С уголовным законодательством разобрались, понятно. Маленький вопрос только. Вот я сейчас, я видел, как некоторые граждане в соцсетях, возможно, из патриотических чувств, возможно, из чувств классовой борьбы, обостренного классового чутья, они призывают. Вот олигарх такой-то, он непонятным образом как разбогател уважаемые британские власти. Лишите его роскошного особняка, ведите против него, против его яхты ведите. Человеку кажется, что он, в общем-то, ну, говорит о благом, о классовом, так сказать, неравенстве. Он хочет сделать, сделать мир чуть справедливее. И здесь есть уголовная ответственность? Да, конечно. То есть статья 282 с значком 2 предусматривает ответственность в том числе и за это. У нас все граждане Российской Федерации защищаются одинаково. Будь то олигарх или обычный рабочий. Извините, там, расклассировать какого-то олигарха с помощью, там, санкций, с помощью, там, поддержки, с помощью запризыва к аудитории зарубежных стран, чтобы они этому способствовали, можно точно так же получить озвученные меры наказания. Поэтому мы все плывем в одной лодке и олигархи, и солдаты вооруженных сил нашей страны, и дворники, и предприниматели, мы все один народ, мы все россияне. Поэтому призывать к санкциям в отношении кого бы то ни было, имеющие российский паспорт гражданства попадаете под ответственность и в административном и в уголовном порядке. Теперь поговорим об административном наказании. Сейчас вот я уже говорил, статья 20.3.3. Сейчас заработало во все, каждый день идут сообщения. Этот человек оштрафован, этот человек оштрафован, этот человек оштрафован. В чем выражает эта статья и как избежать ответственности за эту статью? Ну, избежать ответственности, ответить на второй вопрос, не совершать этих действий. Вот, вот именно. Однозначно, да. Вот именно. Но человек может их совершить по незнанию, умышленно. Ну, вот вы сами себе немножко противоречите. По незнанию и умышленно это разные вещи. Нет, это разные. Есть разные поступки. У нас действует один универсальный принцип. И все мы его нам со школы о нем твердят, и мы все его знаем. Незнание ответственности не освобождает вас от этой ответственности. То, что вы не знаете о введении статей в административный кодекс, в уголовный кодекс, в любой кодекс на самом деле, никоим образом не освобождает вас от ответственности за совершение правонарушений и преступлений. Поэтому, если эти действия совершены, если это публичные призывы, если это публичная дискредитация, то, как я уже говорил до этого, впервые, первый раз вас привлекают к административной ответственности по статье 20.3.3. И в течение года, если вы повторно совершаете эти действия, то уже к уголовной ответственности. Здесь сформулировано деяние, действие с вами абсолютно одинаково. Просто сначала административное, потом уголовное. Виды ответственности какие? Наказание, предусмотренное в части первой данной статьи, это штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч для физических лиц, то есть для граждан. Для должностных лиц, если они осуществляют эти действия, наказание уже больше от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Ну, если же эти действия осуществляют юридические лица, то есть там организации, то тогда от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Это за впервые совершенное деяние. Повторное влечет уж уголовную ответственность. И, уважаемые телегрители, давайте сейчас немного действительно отвлечемся от сухих, перечисления сухих статей Уголовного и Административного кодексов, от цифр, действительно тяжелых цифр, и тяжелые штрафы, и тяжелая ответственность в виде лишения свободы на очень немаленькие сроки. Давайте немного поговорим действительно о самой природе фейков и этих массовых призывов. Мы сейчас видим, что идет глобальная информационная война, направленная против нашей страны. Производство фейков поставлено настолько широко и настолько на профессиональную основу, что, скажу честно, первый раз мы сталкиваемся именно с такой оголтелой масштабной кампанией по очернению не только вооруженных сил Российской Федерации, но и россиян. Мы сталкиваемся сейчас с огромным количеством лживой информации в отношении каждого из нас, как россиянина, и уже, видите, тяжелые последствия, они начинают возникать. То есть вот те, где-то есть тяжелые последствия, и где-то есть легкие последствия. Например, вас не обслужили, вы там за рубежом, вы русские, руссо-туристы, облика морали, вы зашли в кафе, и вас там отказываются обслужить, потому что вы русские, и все это мнение сформировано на основе фейков и обвинений, что там где русский народ, где россиян выставляет в совершенно неподобающем свете. И это одно. Но когда там начинают уже бить, когда там начинают приносить ущерб вашему здоровью, когда начинается прокалывание колес транспорта, на котором вы передвигаете, кирпичами начинают бросать или еще какими-то предметами, когда жизнь ваша и ваше здоровье начинают подвергаться риску, вот это по задумке авторов фейков, по задумке людей, которые производят эти фейки, это и есть конечный желаемый для них результат. И мы сейчас, может быть, обратимся к понятию фейка. Есть понятие фейк в уголовном законодательстве, Наил Эрикович? На самом деле в российском законодательстве нет такого понятия и в уголовном законодательстве тоже нет. Во-первых, это даже иностранное слово. Это да, конечно. Но это жаргон, это термин, который вновь появился, который обозначает ложь, обман. У нас в уголовном законодательстве применяется термин «заведомо ложные сведения», «заведомо ложная информация», что, собственно, на самом деле фейк так и переводится. Ложь, обман. Заведомо ложная информация. Человек, изготавливающий этот или распространяющий этот фейк, он заведомо знает, что это ложная информация, так? Да, конечно, он должен это осознавать. Если вы не осознаете, если вам кто-то сообщил, то тогда ответственность найдет тот, кто сообщил эту информацию. Представим ситуацию, грубо говоря, родительский чат какой-то в WhatsApp. И какая-то из родительниц присылает совершенно душераздирающую информацию о происходящем сейчас. Вы не можете проверить эту информацию, вы не можете ее отделить зерна от левел, доказать, что это фейк, доказать самим себе, что это ложная информация. Но вы тупо ее берете и переправляете своим друзьям, соседям, своим родственникам. Вот смотрите, что там творится. Вот какой-то ужас это все. Ответственность есть за это? Ну, в описанной вами ситуации строго формально нет. Если я не осознаю, дело в том, что статья 207 со значком 3 предусматривает прямой умысел. А прямой умысел — это обязательно лицо осознает, понимает, что он делает, и желает наступления последствий, и совершает эти действия. Когда я не понимаю, я не проверил, мы можем говорить о какой-то халатности, о какой-то недобросовестности, неосторожности, но, наверное, о прямом умысле в данном случае говорить не стоит. В данном случае ответственность уже будет на том, кто прислал эту информацию и сформировал. То есть серовала, она будет ответственность. Да, 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 конечно, ответственность будет. Мы не говорим о том, что... Я не виноват, да, я просто вот, ну, не прочитал, нажал кнопку перепостить, и все. За это будет не по статье 207 со значком 3, а за это будет по статье 280 со значком 3. Это как раз и есть сведения, дискредитирующие вооруженные силы Российской Федерации, то есть публичные призывы. Вот, вот, для статья 207 со значком 3, она больше, по большей части для создателей этих фейков, для тех, кто их создает. Для тех, кто их репостит, тех, кто их распространяет, это статья 280 со значком 3 больше. Это в любом случае тяжкое преступление, и ни в коем случае не освобождает от ответственности. Сказать не знал, и там какая-нибудь домохозяйка, я знать не знала, вот, ну, вот, там, в чатике прислали, я тупо нажала перепост, и все это улетело. Я даже и там, ну, да, ну, а что я тут, я что, понять. Вы могли не знать о том, что это ложная информация, теоретически это возможно, но вы не могли не знать, что эта информация дискредитирует деятельность Российской Федерации. А статья 280 со значком 3 предусматривает ответственность именно за это. Не за то, что вы осознаете или не осознаете, а за то, что вы делаете. За то, что вы порочите Вооруженные силы Российской Федерации, либо призываете к прекращению вот этих действий. Такой вопрос. И я вижу сообщение, уважаемая какая-нибудь британская газета, Daily Mirror, какой-нибудь там Sun, The Sun, там, ну, то, что выходит массовым тиражом, какой-то таблоид зарубежный, там, сообщение оттуда. Иногда даже совершенно там CNN какое-то там сообщение, даже уж, как казалось бы, проверенное, там, известное на весь мир телекомпания. И я беру это сообщение, да, там что-то там, ну, вот они сказали. Это же правда, это же СМИ, это же оплот, образец средств массовой информации. Мы должны на них всех равняться. Они же там за рубежом такие вот, это объективные, честные, неподкупные и т.д. и т.п. И я беру это совершенно, беру и начинаю распространять. Ну вот, еще раз повторюсь, надо мухи от котлет отделять. Так. Статья 207 со значком 3, это за создание этих фейков. Вот, если Daily Planet или кто там вот создали эти репосты, они отвечают именно по этой статье. Статья 280 со значком 3 не говорит о заведомо ложной информации или еще. Она говорит о дискредитации вооруженных сил. А при помощи ложных сведений, заблуждались вы или нет. Сам факт того, что вы осознанно, понимая, что эта информация дискредитирует использование вооруженных сил Российской Федерации, то вы же за это наступаете. Но я говорю, это же CNN, там Daily Mirror, как я могу это? Вот они и будут отвечать по статье 207 со значком 3. Это для них. А я буду отвечать по статье 280 со значком 3. То есть даже то, что я, у меня есть уверенность, что западные СМИ это оплот демократии и объективная информация. И эта моя вера меня может привести к административному правонарушению. Для начала. Для начала. А повторно уже к уголовному ответственности. Вот, уважаемые телезрители, вы видите, насколько хрупкий и зыбкий край, по которому вы двигаетесь, когда передаете какую-то информацию в публичный доступ, а не важно, там, репостите. Одно дело, вы это прочитали, да, прочитали, ну, понятно, там, сказали, а, там, фейк или не фейк. Но это у вас осталось, это у вас. Но вы начинаете это распространять, постить дальше. Не важно, что какой-то там лейбл стоит у этой информации. Там может стоять лейбл весьма уважаемого информагентства. А мы сейчас в последнее время убедились. Я скажу, наверное, сейчас, может быть, какие-то шокирующие слова. Но никакой объективности, никакой свободы слова мы сейчас со стороны западных средств массовой информации не видим. Идет классическое попрание всех основополагающих законов, там, журналистской этики, профессиональной этики, что там должно быть несколько источников, что должна быть верификация информации, должна быть проверка. Даже самые уважаемые, в прошлом, сейчас уже уважать их не за что, СМИ, телекомпании и прочие средства, медиа, уважаемые люди, выдают такое, что просто диву даешься. И я вам сейчас скажу, что действительно многие это еще не успели осознать и переварить. Независимой журналистики сейчас нет. Это нам показывают западные медиа со всей своей ясностью. То есть, публикующие, да что там говорить, если начинаются даже со стороны официальных западных лиц, начинаются призывы в отношении, действительно, дискредитирующие и наши вооруженные силы, и россиян, и призывы к противоправным действиям против и нас, и наших вооруженных сил. И это все транслируется совершенно на официальном уровне, то вы подвергаетесь действительно страшной опасности, пересылая это все, деляясь это в публичном доступе, принимая это все на веру и рассказывая это даже нескольким лицам. Вы подвергаетесь опасности даже, если эти информации вас подвигают на какие-то действия, связанные с нарушением общественного порядка, препятствиями проезда, каким-то там митингам. Такое сложное время, что верить уже сейчас слепо, безрассудно, на основании каких-то там своих романтических, своего флера, романтических заблуждений о том, что есть какие-то там люди, которые несут только правду, и они, как правило, говорят, это правда, это ничего, кроме правды мы не говорим, мы уважаемые люди, но, как показывает жизнь, они могут сейчас подвести вас, мягко говоря, как есть такое выражение, под монастырь. Именно вот именно такими высказываниями, и ваша слепая вера в них может вам сослужить плохую службу. И то такое фейк, наиллерикыч, я немножко поясню для наших телезрителей правила. К сожалению, есть такая отрасль, отрасль, не к сожалению, может быть, даже и к лучшему, трудно говорить, но есть такие вещи, как пропагандистские приемы. Здесь и наша пропаганда, есть их пропаганда, и работают определенные механизмы, которые могут, если я вам расскажу о них, вы можете понять, действительно, какая информация к вам идет. Во-первых, изготовители фейков, они, как правило, бьют по чувствам. Если вы видите прямо вот шокирующую информацию, когда у вас разум сразу отходит, показывают там беременную женщину, плачущую, искровавленную на развалинах, а потом выясняют, что там действительно была какая-то там постановка это всего, но ведь вы покупаетесь, ваши чувства запьют, или там вся эта история с русским военным кораблем, выдуманная от и до, ну, у вас живая картинка там, ну да, вот приехали и такое сотворили, там что-то еще прочее, 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 всегда фейк работает на чувства. Всегда надо шокировать, допугать, шокировать, но главное вызвать сильные эмоции, которые не позволят критически осмыслить эту информацию. Это первое правило. Второе правило — это площадь. То есть, если фейк сам по себе, он не работает там в одиночку. Как правило, для распространения этой информации используются перепосты, куча изданий там, то есть берут массы, когда вы видите дикую информацию, которая тиражируется везде одна и та же, у вас срабатывает инстинкт толпы. Вы начинаете, вы начинаете к этому, вы начинаете верить. Ну, раз так много этой информации, значит, это и есть правда. Хотя существует технология умышленного распространения вот этого всего ужаса, и заведомо ложных сведений действительно тиражируется, боты участвуют, участвуют псевдо, идет накрутка, участвуют действительно специалисты по накрутке таких, и ощущению того, что это правда может возникнуть. Но опять-таки, опять-таки, все это из области приемов воздействия на человеческое сознание, манипулирование, подталкивание людей к совершенно противоправным сведениям. Поэтому мой вам совет, какая бы ни была информация, не спешите сразу ей делиться, оповещать всех подряд, пытаться совершить какие-то поступки. Все-таки включите голову и немного подумайте. Наил Ильикович, ваши советы нашим телезрителям? Ну, читать Уголовный кодекс, читать законодательство и соблюдать законы. Всегда и во все времена необходимо соблюдать законы. Какие бы они ни были, строгие, может быть, кому-то они могут показаться несправедливыми, но для любого человека закон превыше всего должен быть. Сед лекс дура лекс. Как говорят юристы, закон суров, но закон. И на этой такой суровой ноте позвольте завершить сегодняшнюю передачу и поблагодарить нашего спикера Хабибуллин, Наил Ильикович, старший преподаватель кафедры уголовного права юридического факультета Казанского федерального университета. Ну и с вами был журналист Казанского федерального университета Альберт Викбов. Большое вам спасибо. Спасибо.